Они рассказывают новости, делают сюжеты в горячих точках, с экранов телевизоров учат нас готовить, берут интервью знаменитостей и ученых. 13 января профессиональный праздник отмечают сотрудники средств массовой информации, редакторы, журналисты, операторы, фотографы, монтажеры и все, кто связан с медиаиндустрией. Примерить на себя эти роли и попробовать свои силы в непростом, но интересном деле в Сарове могут все ребята от 10 лет. Для них на базе детской школы искусств номер 2 работает медиа-студия. Они у нас немножечко занимаются компьютерной графикой, создают инфографику, они делают сюжеты, видеоролики составляют, начинают с мультфильмов придумать идею, сценарий разработать и воплотить его в жизнь. Заняты ребята в различных проектах. В этом году красной нитью через весь учебный год проходит культурный алфавит. В нем задействованы все дети медиа-студии. У каждого своя роль. Кто-то работает в качестве диктора в кадре, кто-то опрашивает людей, а у кого-то техническая задача снять и смонтировать. Вот это мой боевой шлем, которым я активно пользуюсь на турнирах, маневрах. На нем есть зарубки от мячей. Помимо практической части, преподаватели медиа-студии уделяют большое внимание и теоретической составляющей. Ребятам рассказывают про историю искусств, возникновение кино и телевидения, учат актерскому мастерству и правильной дикции. Основы журналистики, адаптированные для детей, им преподает Анна Царева, выпускница кафедры музыкальной журналистики и редакторская деятельность в СМИ консерватории имени Глинки. За плечами девушки опыт работы в крупных региональных СМИ. Здесь такая огромная пропасть между тем, чем я занималась, собственно говоря, журналистикой. В каком-то смысле можно быть журналистом, имея просто ремесло. Ты умеешь писать тексты, ты снимаешь навыки, набил себе и все, работаешь. Ты приходишь в школу и видишь эти горящие глаза, которые вообще не понимают, зачем они пришли и чему их будут учить. И ты понимаешь, что с каждым ребенком нужно работать индивидуально. Среди выпускников медиастудии есть те, кто связал свою жизнь с этой сферой. Среди них и действующие журналисты. Одна из них, Мария Епифанова, работает в городской газете. И студенты. Сегодняшние ученики школы также задумываются о том, чтобы реализовать себя в этой профессии. Сами журналисты – это развитые люди, которые работают на свою аудиторию, многочисленные или нет, а то уже зависит от журналиста, сможет ли он зацепить своего зрителя. Он выставляет свои новости, то есть, чтобы стать журналистом, надо быть грамотным человеком и быть всесторонне развитым. Это ответственная работа, которая требует грамотности, распространенности, развитости человека. Потому что журналистика – это четвертая власть. Я бы хотела стать журналистом. Журналист – это профессия, в которой рассказывается о новых новостях и правдивой информации. Я бы хотела стать журналистом. Так ты знакомишься с разными людьми, учишься общаться, берешь интервью. Мы поздравляем всех наших коллег и действующих сотрудников СМИ и тех, кто только учится этим профессиям с Днем Российской Печати. Желаем вам удачи, вдохновения и творческого процветания. Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в жизнь общества только позитивное настроение и помогает ему развиваться. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.